Привет, меня зовут Вика, я контент-креатор и ведущая канала Хохлов Саботовский. В своих роликах я рассказываю о мобильной съемке и монтаже, а сегодня, как вы догадались, мы поговорим о том, как креатору зарабатывать на навыках создания контента, мобильного контента в том числе. Так как социальные сети сейчас являются чуть ли не основным каналом продаж для большинства бизнесов, контент нужен абсолютно всем, от Луи Виттона до мастера по маникюру на дому из Царанска. Все стремятся к оцифровке себя, своего личного бренда и бизнеса, грамотно упаковать, донести нужные смыслы до аудитории, передать их через визуал и креатив, чтобы отстроиться от конкурентов. Все эти и многие другие задачи может закрыть контент-креатор. Сейчас можно выделить 4 основных площадки для коммуникации с аудиторией. Тикток — это родитель вертикального контента, здесь в основном преобладает юмор, легкий и быстрый развлекательный контент. Инстаграм, рилс и сторис — больше про эстетическую и смысловую сторону короткого контента. Так как изначально Инстаграм был создан как площадка для постинга красивого контента, здесь много внимания уделяется визуалу. Здесь аудитория более искусственная к качествам контента, поэтому внимание зрителей еще нужно уметь удерживать. Также преобладает обучающий контент. YouTube Shorts — это по большей части выжимки из длинных видео, которые уже есть на YouTube. Здесь, на мой взгляд, аудитория более осознанно потребляет контент по своим интересам, в основном в образовательных и развлекательных целях. ВК-клипы — на самом деле недооцененная площадка, но туда есть смысл заходить, потому что там огромное количество аудитории, которая не дошла до Инстаграма, еще не искушена качественным контентом и не выжжена огромным количеством продаж и прогревов. Итак, как же может зарабатывать мобильный контент-креатор? Я поделюсь своим опытом и тем, на какие услуги я получаю запросы. Конечно же, это съемка и монтаж видео, написание сценариев для Reels, фотосъемка, обработка и составление визуала ленты, консультации для коммерческих и личных брендов по контенту, оцифровка личного бренда и упаковка в контент, написание сценариев для Stories и построение сюжетных линий, полное ведение коммерческих аккаунтов, съемка курсов и обучающих видео, таких как этот ролик, продюсирование съемок, сбор команды, составление и согласование с метой, регламент, организация съемки, поиск реквизита и техники, составление плана съемки, раскадровка, пост-продакшн и так далее. Помимо твердых навыков в создании контента, таких как монтаж, обработка, работа со сценарием и искусственным интеллектом, важно развивать софт-скиллы. Потому что именно софт-скиллы, такие как коммуникация, гибкость, адаптивность, работа в команде, креатив, тайм-менеджмент помогают очень быстро двигаться в карьере и заработке, выстраивать крепкие долгосрочные связи и быстро развиваться. Вы можете расширять список своих услуг и формировать их, исходя из своих знаний и опыта. Возьмите лист бумаги и нарисуйте табличку. В первой части выписываем, что мне нравится делать. Во второй, что полезное для людей я делаю. В третьей, за что мне платят деньги. И в четвертой, что я делаю лучше всего. Эта практика поможет вам увидеть, чем вы можете быть полезны и упаковать свои таланты и навыки в услуги, которые действительно нужны людям. В процессе обучения и получения нового практического опыта вы можете расширять свою продуктовую линейку и с ростом своей экспертности поднимать цены. Я по себе знаю, как бывает непросто изменить ценообразование, привет синдром самозванца, но это быстро решается, если знать основы маркетинга и применять их для развития личного бренда. Чтобы управлять своим доходом, расти и масштабироваться, важно совершать ключевые действия, которые приведут к поднятию чека. Каким бы крутым спецом ты не был, если ты не разбираешься в маркетинге, тебе так придется остаться недооцененным, голодным художником. Если ты понимаешь, что этот путь не для тебя, ты можешь попробовать обучиться маркетингу и развитию личного бренда. Для этого ты можешь перейти по ссылке в описании и забрать наш курс по маркетингу со скидкой 40%. На курсе ты получишь каналы и инструменты для продвижения личного бренда, научишься создавать продающее портфолио и узнаешь, как искать и работать с клиентами. А по окончанию курса ты сможешь вступить в наше агентство креативных талантов, где получишь доступ к разным вакансиям и проектам. Дерзай! Сейчас мы поговорим о том, где и как искать клиентов. Первое. Нужно понять, что не только вас выбирает клиент, но и вы выбираете, где и с кем хотели бы работать. Когда у вас есть понимание, кто ваш клиент, вы точно знаете, что ему нужно, как и почему именно вы можете решить его проблему. Исходя из этого, составить УТП и создать кейсы конкретно под вашу целевую аудиторию. Хорошая УТП — это твоя особенность, которая отличает тебя от других и помогает выделяться на рынке. Например, скорость оказания твоих услуг в три раза выше средней скорости, количество просмотров твоих видео или количество подписчиков, работа с крупными блогерами и артистами — все это твои громкие кейсы, которые тоже могут стать частью УТП. Собирай обратную связь от клиентов и уточняй, почему они выбрали именно тебя, и анализируй, что сейчас нужно рынку. Обязательно вписывайся в творческие проекты, нетворкинги, бизнес-завтраки. Знакомься и общайся с экспертами из ниши. Например, в онлайн-формате очень сильное и активное сообщество креаторов находится в Telegram-группах. В наших соцсетях выходят целые посты знакомства, где в комментариях киноделы знакомятся, собирают команды, создают совместно проекты. Также есть такие чаты, в которых отдельно предлагают вакансии и дают возможность пофлудить. Твердо заявляйте о себе как о специалисте, рассказывайте о своих услугах в тематических чатах в Telegram, в профессиональных сообществах, в форумах, на таких площадках как Behance и Artstation. Не бойтесь сами писать людям и предлагать свои услуги. Обязательно упаковывайте свои кейсы в Instagram. Очень большая проблема у креаторов. Они создают и никому не показывают, что и для кого они делают. Я знаю, что такое перфекционизм не понаслышке, но только через его преодоление лежит реальный рост. Принимайте свои провалы и неудачи с такой же радостью, как победы и успехи. Через них вы получаете обратную связь от мира. Ваши социальные сети – это ваш главный проект и главный кейс. Часто я получаю заявки на свои услуги просто потому, что человек видит, какой контент я создаю для себя и хочет так же. Ваш блог – это ваш тренажерный зал в создании контента и ваша визитная карточка. Также на начальном этапе вашим лицом может стать шоу-рилл. Вложите в него максимум энергии, ресурсов, времени, творчества для того, чтобы сделать его продающим. Кстати, мы можем сделать большой и мощный тутор. Пиши в комментах «хочу научиться делать шоу-рилл» и как только мы наберем 200 комментариев, сделаем для вас подробный туториал о том, как грамотно упаковать продающее портфолио в вашу личность и экспертность. Также очень важно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Рекомендации или по-простому сарафан – один из лучших лидогенераторов, особенно на начальном этапе. Не стесняйтесь спрашивать вашего заказчика, сможет ли он отметить вас в своем инстаграме и порекомендовать как исполнителя. А чтобы вас рекомендовали и без просьб, качественно оказывайте свою услугу и давайте человеку больше пользы, чем он ожидает. Например, если вы проводите фотосъемку дополнительно в фотосессии, вы можете сделать небольшое видео для рилл. Человеку будет очень приятно, а у вас, возможно, появится новый кейс в портфолио. Так вы формируете у клиента положительный опыт, который он неосознанно захочет повторить и будет ассоциировать его с вашей услугой или брендом. Также это вызывает психологический эффект подарка, а на подарки люди склонны отвечать благодарностью и взаимностью. Таким образом клиент может проявить большую готовность покупать у вас в будущем и рекомендовать вас другим. Пишите отчеты заказчику по выполненным этапам работы, собирайте обратную связь в процессе и не бойтесь правок, чтобы сделать крутой результат. Это поможет вам выделиться и поднять уровень доверия и лояльности. Не забывай поставить лайк этому видео, чтобы его увидели как можно больше людей. С вами была Вика, до новых встреч!